Ольга Головко работает в 57-й школе учителем начальных классов. Признается, ее подопечные относятся к образовательному процессу, как взрослые. Они трудолюбивые, целеустремленные, способные, умеют добывать знания. По словам Ольги, классный руководитель должен быть не только учителем, но и воспитателем, хорошим другом ребенку. Такая работа отнимает много сил и энергии, требует от специалиста большой отдачи. Чтобы поддержать педагогов, президент России предложил доплачивать им по 5000 рублей в месяц. Надбавка – это, конечно, очень большое подспорье, это большая помощь для классного руководителя. И уже учитель может более полноценно работать, развиваться в профессиональном уровне. Ну и, конечно, стратегия государства направлена прежде всего на повышение качества образования. Мнение коллеги разделяет и классный руководитель с 16-летним стажем Ольга Журавлева. Она не только учит детей английскому языку, но и помогает ребятам развиваться творчески. Женщина вовлекает детей в театральные постановки. Благодаря усилиям Ольги в прошлом году ее подопечные завоевали призовое место со спектаклем по пьесе Агаты Кристи «Лампа». Безусловно, очень приятно, что государство поддерживает классных руководителей, как со стажем, так и молодых. Конечно, такие меры поддержки, как предлагает Владимир Владимирович, поможет в нашей будущей работе, я думаю. С 1 сентября 2020 года доплату в России будут получать 838 тысяч учителей. Для этого выделят дополнительные средства из федерального бюджета. Работа, связанная с обучением, воспитанием детей – это огромная ответственность. И она, конечно, требует особой подготовки наставников и их особой поддержки. В этой связи считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5000 рублей. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал такие меры поддержки беспрецедентными. Мы, безусловно, сохраним все меры поддержки, которые сегодня есть в регионе для тех, кто занимается в школах воспитаниях. Ну и, конечно, эти дополнительные средства, которые будут выделяться из федерального бюджета, будут способствовать очень большой работе по воспитанию гражданин иностранного. Кроме учителей, помощь получат и семьи, в которых есть учащиеся начальных классов. Их обеспечат бесплатным горячим питанием в школах. Анатолий Головко, Константин Головин. События.